Все говорят о том, что теперь это падение ставки до нуля и будет идти несколько лет, а мы утверждаем, что большой кризис впереди. Что кризис этот смоет чертовой матери за несколько лет всю ликвидность тех ненужных политиков, в том числе. Доллар можно как таковой в принципе похоронить, это выгодно им в первую очередь. А это будет последняя его лебединая песня, от него нужно будет избавляться как от валюты хранения. Я вам сегодня дам стратегию, которая вам поможет вот эти риски купировать и во-вторых зарабатывать в обе стороны. Здравствуйте дорогие друзья, пятница самое время для эропермен финансов, меня зовут Николай, я руковожу аналитическим агентством и консалтинговой компанией. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что делать сейчас на рынке, вообще и несколько политических важных прогнозов. Кроме того, выпуск у меня происходит после принятия ставки Федеральной резервной системой и уже есть что в этом смысле обсудить и наметить на будущее. Ну а во-первых начнем давайте с рынков. 0,5 базисных пункта сняли как с куста Федеральная резервная система и это говорит нам в первую очередь о том, что темп, который они взяли на гашение, скажем так, уже накопившихся проблем в экономике достаточно резвый. И судя по всему приведет к тому, что мы с вами увидим, что в следующем году ставка дойдет, да и может дойти вполне себе до нашего прогноза. А наш прогноз 2,5% и только оттуда, судя по всему, уже борясь с инфляцией, ФРС начнет ставку опять повышать. Вот этот прогноз наш, он вообще нестандартный. Все говорят о том, что теперь это падение ставки до нуля и будет идти несколько лет, а мы утверждаем, что большой кризис впереди. Что кризис этот смоет чертовой матери за несколько лет всю ликвидность, все компании лишние накопившиеся, всех ненужных политиков в том числе. Сейчас в Америке будет, я расскажу, что. И осталось у них по факту несколько месяцев к ряду роста. Вот на эти несколько месяцев роста мы и рассчитываем. Однако, в рынке сейчас все неоднозначно, я сейчас объясню почему. Дело в том, что все показатели, которым мы как бы всегда сводим в одну кучу, а это например нефть, золото, это например индексы акций, это например там какие-то отдельные может быть материалы, может быть какие-то отдельные показатели. Они с одной стороны говорят, что кризис уже надо прямо сейчас начаться. Ну например инверсия кривой доходности пресловутая, которая уже там целых полтора года толкается на самом дне. Я вообще для чего это сейчас говорю? Чтобы вы понимали, что на самом деле кризис должен грянуть. Но у меня есть такое смутное ощущение, что политики, балбесы вот эти, которые сидят там в самом верху для популистических целей, будут перетягивать эту гаечку до самого ее скрипа, до такой степени, что сорвут резьбу. Почему? Первые выборы, им сейчас не хочется упустить момента, чтобы там пришел потом Трамп и сказал, смотрите, они совсем дебилы, экономику похоронили. Они будут нагнетать эту ситуацию и дальше. То есть они будут печатать деньги, вбрасывать эти вертолетные средства для того, чтобы они имели возможность потом к выборам хоть какой-то результат показать. Ну и поэтому мы считаем, что конечно у нас может быть последний вот этот вот скачок наверх. Но показатели все говорят о том, что кризис где-то, там уже все красное. И поэтому мы считаем, что есть большая вероятность того, что в последней этой фазе цикла, в пятой волне, которая сейчас будет идти, они еще до примерно середины октября, примерно, плюс-минус, будут печатать деньги. Потом, по-видимому, возьмут паузу. То есть они уже вот сейчас по факту в сентябре ставку понизили. И теперь рынок нужно будет каждый раз удивлять, каждый раз показывать, смотрите, какие замечательные мы хорошие ребята. Мы снова кинули порцию денег. Но они не смогут. Им так или иначе придется делать паузы между этими смягчениями. Им так или иначе придется оглядываться на статистику. Они не могут. И вот, допустим, мы считаем, что в октябре месяце, уже на этой паузе, там числа 14-15 октября, может вполне себе разойтись статистика по всем новостным агентствам, что никто не собирается эту ставку понижать. Вот она такая и будет теперь до конца года. Это вызовет, например, очень большой негативный резонанс на рынках. И это вполне может ударить по рынку акций, по рынку многих облигаций. Это может ударить по рынку, во-первых, деривативов, конечно же, да, там фьючерсы опционов, ликвидации придет. Кстати, у нас вот в день, когда вы это смотрите, там так называемая ведьмина пятница будет. Не буду акцентировать внимание, не суть важная. Просто мы на это ориентируемся, вам не обязательно. И это приведет к какому-то единомоментному удару по рынку. Вот, допустим, по тому же биткоину мы давали прогноз, да, можете отмотать. У нас тут выпуск был целиком из графика и посмотреть, что мы там ждем. Да, в моменте может он выйти, перехай показать. Все очень сильно обрадуются, что ну вот мы и вышли из зоны, теперь только в космос. И параллельно с этим могут показать мини-альтсезон, которым, наверное, стоило бы пользоваться для закрытия. Ну а дальше, а дальше может случиться самое непредвиденное. Поэтому здесь нужно озираться всегда на эти статистические данные, всегда смотреть на новостные ленты. У нас нету никакого, вот я бы сейчас хотел вам дать прогноз на полтора года вперед, чтобы вы с нами поймали все движения и вверх и вниз. Но, к сожалению, тем более сейчас, нет никакого другого пути, кроме как вам сидеть и следить за тем, что мы делаем. Хотите быть на шаг впереди в мире финансов? Мы представляем обновленный сайт Эроперемен, ваш ключ к успешным инвестициям. Теперь у нас есть мощные инструменты, которые сделают вашу работу с активами еще проще. Такие как поиск активов по тигеру, тепловая карта активов, легко находить интересующие вас активы по странам, мгновенная сортировка активов по вашему уровню подписки, новости, акции, криптовалюты, все доступно прямо сейчас. Умный бот на базе GPT-4 готов ответить на все ваши вопросы по подписке и помочь с поддержкой. Это только начало. Наш сайт стал еще быстрее, а впереди новые функции по оплате. Присоединяйтесь уже сегодня и управляйте своими инвестициями целой экспериментой. Прямо открываете наш сайт, подписывайтесь на конкретную группу и смотрите каждый выпуск. Потому что, если случится что-нибудь, ну, из ряда вон, я тут же выхожу с аналитической запиской или с видео там на сайте, на нашем. Наши аналитики, которые дают прогнозы, по которым вы торгуете, то же самое. И здесь невозможно сейчас сказать, что вот прям вот так и никак иначе. Нет, тут нужно держать руку на пульсе. Поэтому мы бы сказали, что есть какой-то задел для оптимизма. Эти 0,5, они уже в принципе в рынке, но ожидания могут вот сейчас на будущее события политические, экономические разгонять рынок. Об этом говорит, ну, допустим, сколь-нибудь неплохо развернувшаяся нефть там, отстопив какие-то мои ожидания, назовем так, она подразвернулась. Об этом говорит золото немножечко, да, хотя я его как раз жду в разворот. Об этом говорит ряд других индикаторов. То есть, по идее, мы сейчас можем показать еще один заплюй наверх, причем на рисковые активы. А вот что касается активов более таких приземленных, там, других, промышленные металлы и так далее, там 15% наверх и все, и поехали вниз. Вот такое у меня сейчас мнение. Я вам сегодня дам стратегию, такую стратегию, которая бесплатная абсолютно, которая вам поможет вот эти риски купировать и, во-вторых, зарабатывать в обе стороны. Вот я скромный консильери. Моя работа в том, чтобы все, сопоставив абсолютно все варианты и прогнозы, найти такие инструменты и найти такой путь и такую стратегию, по которой вы при любом движении рынка вверх-вниз все равно зарабатываете. При этом вы не сидите на кнопках. Вы сделали три сделки, проходит какое-то время, вы фиксируетесь или закупаетесь. Я вот вам сегодня примеры прям приведу. Из этой стратегии нужно, ее нужно вырабатывать таким образом, чтобы вы, как инвестор или как спекулянт, были максимально всегда спокойны и защищены. В этом случае вам заработок гарантирован. Давайте я вам приведу пример. Например, у меня сейчас 30% капитала в деньгах физических, 30% капитала у меня, или 50% у меня сейчас, 5% уже в золоте, потому что было 70%, я постепенно арестил денежный кэш, кэша стало больше, золото стало занимать меньше у меня, допустим, в моем каком-то таком портфеле. Но это я очень условно, мои позиции сейчас я озвучивать права не имею. Так вот, все остальное, допустим, недвижимость и разные другие активы. И вот у меня есть активы, которые, скажем так, основные фонды, назовем их так, типа там недвижки, которые, например, сдавалось бы, если бы я там управлял ей. Вот есть золото, которое занимает функцию якоря, но при этом растет на 25% в год, как вы можете видеть. Вот, и она сама по себе является позицией. А есть у меня еще другие позиции, типа кэша, типа криптовалют, например, типа еще чего-то. И вот я раскладываю их в такой последовательности и с таким соотношением, то есть эти должны быть столько процентов от портфеля, эти столько, эти столько, чтобы в случае любого из движений, например, резко вырос рынок, начался альтсезон. Что я делаю? Я сбрасываю свои альткоины, я сбрасываю свой портфель. Он дает мне, допустим, 3-5 иксов, по моим оценкам, этот альтсезон будет составлять. Он больше не будет. Некоторые монеты будут стрелять и 10 иксов, и там может быть и больше. Ну и риска у них больше. Но я беру те, которые мне нужны такие. У меня при этом, с другой стороны, обесцениваются деньги. По идее, я бы должен паниковать, но нет, на альтсезоне на этом растет у меня мой криптопортфель. При этом в этом же случае, скорее всего, золото сильно расти не будет, но оно будет, скорее всего, стоять. Дальше рынок будет разворачиваться. И тут у меня встанет дилемма. Стоит ли мне продавать свое золото, ведь оно на хаях. Что мне делать с деньгами, а не немножко под обесценивать, то есть там я получил инфляцию. Ответ здесь конкретно ничего. Я получил прибыль в деньгах, теперь я сижу, жду, когда начинается разворот рынка. У нас дефляционный шок начинается, деньги вдруг начинают дорожать, и весь мой портфель автоматом едет наверх. Видите? То есть в этой стратегии я заработал дважды. Первый раз, когда я фиксировал позиции. Второй раз, когда я дождался, а ведь ожидание это тоже способ заработка. Об этом говорит Уоррен Баффет, например. И я дождался, они сильно выросли в цене, и тут я их вкладываю опять. И у меня опять прирост на прирост идет. Теперь как позиции какие сочетать? Вот смотрите. Допустим, вы видите, что у нас ниже 900, 9 сотен. Постоянно меня поправляют. Нравится мне говорить 900. По индексу ОРТС вы видите, что прогноз не то, что он сейчас есть, я утверждаю, что он будет. И вы видите, что пора входить в российские акции, но при этом вы боитесь. Чем-то нужно уравновешивать. Чем может служить хеджевая позиция против российского рынка? Ну правильно, валюта и доллар, и российский рубль, золото. Джел Ди Руб тот же. Получается, что вам нужно открывать в противовес вашей позиции, которая у вас есть на российском рынке, какие-то хеджевые позиции. Мы так всегда делаем с нашими клиентами. То есть мы всегда ищем такую позицию, которая бы уравновешивала портфель, и не давала бы эмоциональную раскачку клиенту на то, что он получил минус. И все, они поэтому годами зарабатывают. Он спокойно переживает просадку в одном активе и рост в другом. Потому что он видит, что у него, его радует то, что у него идет здесь плюс. Тут пусть минус, но через цикл мы получим плюс. Либо второй вариант. Тут, например, американский торжеряд, тот же ТЛТ, который сто раз, он во время кризиса, в момент начала паники, он всегда растет. Откройте 20-й год, посмотрите. Коррекция и вспышка наверх, там больше 20%. То же самое сейчас будет. Значит, нужно своим акциям противопоставлять вот такой вот инструмент. Когда начнется эта вспышка, фиксировать эту вспышку. А вы знаете наш прогноз по нему. Вот вам домашнее задание в наших роликах найти этот прогноз. Я в открытую говорил. Когда случается это, вы забираете прибыль, у вас получается купленные ваши акции следом едут, даже без всяких сделок, они едут наверх. Но если вы зафиксировали, допустим, этот инструмент, у вас появилось кэша много, вы можете переложиться уже в акции. Пожалуйста, еще 30% вы заработаете в следующие полгода. Вот вам 50% прибыли на ваш портфель, считанный буквально какие-то год-полтора. Ничего сложного с одной стороны, но реализовать это вполне себе, но надо уметь. Надо уметь, надо сроки, нужно следить за статистикой, а это все работа. Чем отличается профессионал? Вот нам говорят, что чем ты занимаешься? Я-то консультант скромный. Вот. Чем ты занимаешься? Я занимаюсь простыми вещами. Я нахожу последовательность и структурирую их для того, чтобы человек деньги заработал. И наша задача вот именно в этом найти стратегию. Не дать какой-то прогноз, знаете, там вот здесь купи, вот тут продай. Так профан работает, когда всего лишь один инструмент, это скорее всего вообще даже не инвестор, да это и не спекулянт. Это такой трейдер удачи, трейдер мелкий, очень, который ни на что никогда не заработает и не претендует. Наша задача работать, накопить капитал, пустить его в дело, я в прошлой программе рассказывал, как это работает. И приумножать его годами. Вот это наша работа, в общем-то. Ладно, мы слишком много затратили время на то, чтобы объяснять, в общем-то, элементарные штуки, но важные. Мы сейчас с вами переходим в другую стезю. Вот политическая, в общем-то, вся эта заваруха, которая творится сейчас уже в Америке, уже я выкладывал в нашем телеграм-канале те, кто не подписан, ну что ж, пропустили пост. Слова антибиотика из бандитского Петербурга что-то часто в нашего Сереженьку стрелять стали. Так ведь и попасть могут. Опять это раскачивает политическую ситуацию, а именно, кстати, этого мы в политической группе, я делал прогнозы, сейчас подождите, под Камалу подложат очередное событие. Но мы там немножко на другое рассчитывали, но то, что это случилось, все ясно. Теперь уже многие американцы ставят под сомнение легитимность будущих выборов или их результат. А в чем это говорит? Это вот говорит как раз об исполнении нашего прогноза. мы ждем революционные настроения, скажем так, в Америке и даже, скажу больше, гражданские столкновения. Почему? Дело все в том, что когда начинают ходить такие разговоры внутри общества, это означает, что публика уже заранее не принимает результаты выборов, тем более с такими формулировками, которые правящая партия сейчас в Америке говорила, говорит, подождите, сейчас Трамп, если вдруг он выиграет, вы не принимаете эти выборы, мы вот потом еще посчитаем, как у нас по почте люди проголосовали там онлайн, и вот только после этого станет понятно, а выиграл ли он. И всем просто в открытую говорят, Трамп президентом не будет, мы намотаем 100% голоса для этой африканской женщины, и вы получите то, что вы получите, продолжение войны, инфляции и проблемы. И вот так сейчас воспринимает Белая Америка вот то, что ей было заявлено. Это было сказано на всеобщую аудиторию, в страну, где количество стволов больше, чем душ. Чем это кончится? Ну, я понимаю, что многие сейчас в это не верят, но для нас это чуть ли не основной прогноз. И когда это начнется, то у монетарных властей, которые находятся несколько обособленно от властей политических, будет не очень много выборов, кроме как гасить такие вещи, смягчением, что ли, я не знаю, этих событий деньгами. Для того, чтобы хоть как-то поддержать людей в стране, вот смотрите, все контролируется и так далее. События будут развиваться стремительно. Я не утверждаю, что там в ноябре месяце выйдет Трамп на броневике, как и Владимир Ильич Ленин, нет. У процесса вполне себе может оказаться такой замедленный эффект. То есть, после выборов начнут считать, потом начнут судиться, все еще публика будет находиться в таком немножко, в такой абстракции. Потом несколько месяцев они будут припираться, потом всплывут какие-то факты о подкупе и так далее. И только, например, к середине года начнется процесс разрушения так называемой демократии внутри США. И они это запрограммировали сейчас уже видно в саму систему, которую они сейчас выстраивают и финансовую в том числе. Для чего? А сделано это будет исключительно для того, чтобы вот этот государственный долг, который у них сейчас, он там уже, я открыл счетчик государственного долга на сайте, сижу и поймался на мысли, я там пока чай пил, он там намотал что-то, бюджет какой-то страны маленькой. Я задумался, как можно так сделать, чтобы этот счетчик сбросить. Вот знаете, как недобросовестные продавцы автомобилей делают. Они не задом ездят, я вас уверяю, они просто скручивают и все. Есть вариант, есть вариант, нужно запустить гиперинфляцию, которая будет на фоне политической нестабильности. Об этом я уже говорю не первый раз, совершенно для меня очевидно, что доллар можно как таковой в принципе похоронить. И об этом я говорил, что это выгодный им в первую очередь. Вот они это делают, вот обнуляют этот долг по факту, то есть, ну что, 35 или там 50 триллионов фантиков, ну пусть будет 25, пусть будет 10. Ну и что, что от тебя все убежали, но ты это можешь списать на политическую нестабильность, проблемы в экономике. Так, все, ничего больше додумывать я бы не стал. Они вполне могут прибегнуть к этой мере, а вот потом введут себе какое-нибудь название немножко другое, там ходили слухи про Амеру, но почему бы и нет, в Южной Америке будет, например, доллар, в Северной Амеру, разделят на две части, производственные штаты будут одной валютой пользоваться, эти другой, вот, разваливаться, я думаю, они вряд ли захотят, они просто объявят о независимости, допустим, финансовой. Скажут, ну мы вам не подчиняемся, армия у нас своя, вот, например, в Техасе, деньги у нас свои, ну мы друзья, вы можете к нам в гости приезжать, вот, без оружия, да, ничего не напоминает. Я отдавал в прогнозе, кроме того, в своем политическом, в нашей политической ветке, такую штуку, что рабовладение всегда в будущем переносит расовую нетерпимость и желание поквитаться в это общество. И то, что у них, вот этот африканский вопрос, назовем так, они пытались там Обаму поставить, да, именно для этого, чтобы там сказать, ну смотрите, у нас даже президент темнокожий, у нас во всех фильмах африканцы играют. Ну и что? Это все равно ни к чему не приводит, и расовая нетерпимость внутри общества колоссальнейшая. Там взрыв будет в любом случае. Поэтому они получат все проблемы на круг, которые они копили на протяжении 100 лет. У них, кстати, вопрос о закрытии расовой сегрегации всего-то там 50 лет в обед. Это значит, что все эти процессы, они еще даже живы. Не то, что они там забыты или там под порог заметены. Нет. Они вот они все. И еще живы те люди, которые помнят, как их в автобус не пускали. Написано с надписью «Места только для белых». Поэтому давайте будем реалистами. Рванет у них это точно. Вопрос только вот когда. Я считаю, что в ближайшие год-полтора. Теперь, понимая вот эту всю ситуацию, нужно отдавать себе отчет, что у вас не так много времени, чтобы на таком рынке, как американский, заработать. Это значит, что вот уже сейчас, этой осенью, зафиксировав какую-то прибыль, учитывая те фундаментальные индикаторы, о которых я там говорил, про кривую доходности и другие, я бы зафиксировался и вышел. Почему? Я лучше два года просижу в стороне, чем смотреть на то, как взрывается эта экономика изнутри и сидеть, как на пороховой бочке и ждать, когда же там все это завершится. Кроме того, доллар во время дефляционного шока, который, я утверждаю, все еще будет на кризисных явлениях, а это будет последняя его лебединная песня, от него нужно будет избавляться, как от валюты хранения. И об этом мы с вами давным-давно говорили. Вот если вы тот ролик еще, где графики одни, откройте, посмотрите, мы оказались правы, уходя в золото в России. Вот все доказательства вам приведены, план составлен, инструменты можете с нами выбрать. Ну и если вы торгуете краткосрочно, то у вас есть опять-таки вот такой синький запас времени для того, чтобы зафиксировать прибыль в рисковых активах, переложиться в менее рисковые, ну и соответственно, каким-то образом подстелить себе соломки на следующие события. Кстати, на сайте у нас на этой неделе мы открыли такую интересную карту тепловую, карта активов называется. А если вы туда зайдете, то вы увидите, как мы выделили БРИКС и Советский Союз. В этой карте на самом деле и наш прогноз, и по факту отражение существующей реальности экономических интересов. Вы увидите, как сильно отличается та карта, которая есть там, географическая, с вот той, которую мы нарисовали. Это не просто карта, на ней можно выбирать компании, которая вам интересует. Вас интересует только Россия. Вы нажимаете на Россию, выбираете Российскую Федерацию, и вам выпадают все прогнозы с нашими компаниями. Там, кстати, есть еще окошко слева, удобно по тикеру. Вот вам интересно только Газпром. Вы заходите туда и читаете все только про Газпром. Ну, и про крипту то же самое там также описано. Так вот, на этой карте мы постарались сделать прогнозы на другие страны. Там и Киргизия, и Молдавия, и все-все-все. То есть, для чего мы это сделали? Зачем мы подвели все это? Мы целый месяц или полтора работали только над странами бывшего Советского Союза. А делали мы это не для того, чтобы притянуть осла за уши, а для того, чтобы посмотреть перспективу тех стран, которые отделились от Советского Союза к внедрению в рынок Российской Федерации. К каким выводам мы пришли? Первое. Все те страны, в 85, даже 90% случаев, которые отделились от Российской Федерации, от России или от Советского Союза, на сегодняшний день имеют полумертвый или вообще мертвый фондовый рынок. Это значит, что потенциал развития там просто космический, с нуля и там как старт ракеты. Но им для этого нужно интегрироваться внутрь существующей системы, то есть уже существующей, допустим, Московской биржи и так далее. Начать фондироваться. Для этого нужно отметить, что они будут конкурировать между собой, то есть привлекать капитал не только, допустим, из России, но и из-за рубежа. Откуда из-за рубежа? У нас же кругом санкции. А вот для этого эта карта и существует, потому что страны Бринкс друг с другом торговать будут, а это взаимопроникновение капитала. Южная Африка та же самая, ну там, слушайте, много на что можно посмотреть, если будут развивать какие-то месторождения и так далее, с удовольствием. Бразилия, непаханное поле во многих отношениях. Средняя Азия, там золотое дно, для этого нужно только немножечко их, скажем так, раскочегарить. Я вот думаю, что внутри этого нашей системы, Китай тоже самое, сейчас они получат большую просадку, а дальше интересно. То есть и у нас будет возможность выхода на эти рынки. Мы будем вот в эту карту все время включать компании этих стран, делать оценку и пытаться на этом тоже заработать, потому что там будут взрывы просто. Ну представьте, только открылась компания, привлекла акционерный капитал и там допустим уже устоявшийся менеджмент и все и у них допустим там P&E на единице ну то есть ноль вообще грубо говоря. То есть ты как только купил, ты ее сразу окупил. Может такое быть? Ну может конечно. То есть это значит, что мы сейчас по факту имеем уникальный в руках инструмент. Просто он еще не развит и мы ждем. Мы для этого уже себе вот эту карту сделали и уже ждем и уже будем каждую страну разбирать, обмусоливать, искать какие-то интересный момент. Опять для чего? Ну вот смотрите, я помню, я покупал акции не то ваф, да, африканских, по-моему, добытчиков миди. У них там акции стоили что-то меньше десятой части цента. То есть ну это компания, которая просто решила почему-то продать акции и находится в предумарочном мертвом состоянии. И тут я такой выхожу, смотрю, а у них допустим месторождение только-только начинает развиваться и есть все шансы, что она выстрелит. Я вкладываю туда, ну допустим, я условно вложил там 500 долларов, купил там несколько сотен тысяч этих акций. И тут, например, какая-нибудь крупная компания приходит туда и говорит, давайте мы вас выкупим или давайте мы вложимся в ваше месторождение, а вы с нами будете прибыли делиться. Как только такая новость пройдет, цена на эти акции, которые уже заботливо выкупит крупняк, она взлетит там в сотни раз. И вот примерно такого развития событий я бы ждал на неразвитых рынках или на развивающихся. Вот это, я бы сказал, для нас очень представляет большой интерес. Сколько у нас будет для этого времени? Очень много. Я утверждаю, что с 25-26 года в эпоху войн вот этих и перемен у нас будут акции в основном падать, в основном, но будут рождаться новые компании, которые станут за делом после 30-го года на огромные брызши. У нас будет несколько лет для того, чтобы найти такую компанию, оценить все ее плюсы и минусы, купить ее на какую-то сумму в свой портфель и ждать. Вот это будет очень даже интересно. Вы можете сказать, Николай, но ведь это не совсем интересно, купить и ждать несколько лет. Я вам приведу пример. Сейчас у всех на слуху вот эти вот криптовалюты и так далее. И у всех на слуху, наверное, такое понятие, как альцезон, который случается раз в три года. Но вот это примерно аналогия. То есть вы можете купить компанию развитую и зарабатывать с ней там два процента в год дивидендами, а можете найти компанию роста интересную на развивающемся рынке, отделенном от западного, но при этом с гигантскими перспективами, которая будет давать вам 500 процентов в год. И это интереснее с точки зрения заработка. Вот то, что я вам сегодня пытался или хотел донести с точки зрения экономики, помноженное на политику. Как вы видите, они вот так вот неразрывно связаны и тем, кто мне постоянно говорит, зачем же ты лезешь в политику, а это именно для того, чтобы найти те тенденции, которые смогут дать максимальные возможности в минимальный промежуток времени. Вот то, на чем бы я сконцентрировал свое внимание прямо сейчас, вот чего мы ждем в конце этого года. Где-то плюс-минус через месяц-полтора я выйду, как всегда, с годовым своим прогнозом. Как раз за это время доллар у нас приедет к 100, он уже там 92 и мы еще подвинулись выше к нашей отметке к сотне. Сейчас, кстати, про доллар поговорим. Там нужно будет уже принимать какие-то инвестиционные решения. Мы обязательно этим займемся, буквально, судя по всему, вот уже в конце этого года, сразу после выборов, когда начнутся основные движения. По доллару рублю постоянно я даю ссылку на один и тот же мартовский вопрос, что там с ним будет. Очень удобно быть аналитиком, чьи прогнозы исполняются во временном промежутке. Ты просто берешь один и тот же ролик, скидываешь ссылку людям и сидишь и смотришь, как он исполняется. Вот у нас к сотне мы сейчас подойдем. А там, судя по всему, будет некий разворот. И вот тут меня спросят, а что это, почему это вдруг рубль может опять укрепиться? А я отвечу, потому что как только к сотне подойдем, ставка будет уже 20 с лишним процентов. Центральный банк, который вот сейчас вот у нас повысил ставку Российской Федерации, повысил на столько ставку, он что делает? Он вообще, в принципе, для чего поднимает эту ставку? Задумайтесь. Ну, первое, это изолировать огромную денежную массу, которая с военных действий поступает в систему. То есть, люди получают зарплату и чтобы изолировать эту денежную массу на банковских счетах, они вот это и делают. Чтобы всем было выгодно нести деньги в банк. А второе? А второе, судя по всему, они готовятся к нестабильности курса рубля. И загнав ставку наверх там до 21, они заранее соломочку стели до 22, может быть даже. Пока идут военные действия, в случае нестабильности финансовой в мире они не увидят практически никакого колебания. То есть, вот сейчас будет коррекция по рынкам, доллар на это отреагирует едва ли сильно. При этом золото и другие активы просядут, рубль укрепится на этом в течение нескольких месяцев, потому что начнет расти нефть. Ну и, соответственно, там и ставку можно будет начать снижать где-нибудь к концу 25 года. Ну и, соответственно, только там начнется фундаментальное ослабление рубля к более каким-то высоким ценам. Пока там выше сотни, я вижу, не очень высоко, ну, 102, 103, допустим, могут шибить какие-то стопы. На несколько рублей там ошибиться, оно и не грех. Быстро достаточно происходит, в течение одного дня свеча там быстро в несколько минут залетает и спадает, а дальше начинают работать экономический закон. Поэтому, вот, мое мнение, оно вот такое, что мы как раз находимся в очень хорошей точке для там покупок. Итого, по факту, вам нужно вырабатывать стратегию, а не смотреть на прогноз, потому что, если вы только смотрите, вот, вам приходит и говорит какой-то человек, будут расти акции Газпрома два года назад. Я, на все деньги купил, и у меня будут расти акции Газпрома, это стопроцентная стратегия. Видно, да, куция стратегия, непрофессиональная. В случае исполнения второго прогноза, которым говорили мы, что это компания полуобморочная, банкрот, которая будет разорена в случае взрыва трубы, еще взрыва трубы не было, кстати. Что с ней случится? Вот и случилось. И человек теряет все свои деньги, вот, и точно так же эти трейдеры. Вот, если вы посмотрите, допустим, кто-нибудь торгует, не обязательно в Ютубе, а в принципе. Вот он берет, говорит, я покупаю сейчас акции, допустим, или там индекс покупаю какой-нибудь, спрашиваешь, какими позициями ты хеджируешь свои позиции? А он отвечает, никакими, потому что за это, как правило, нужно платить и изолировать капитал, либо изолировать. Я объяснял эту структуру, как это делается. Либо ты там путы покупаешь, либо колы, то есть опционы, либо ты занимаешься противовесной торговлей. А он отвечает, никак. Почему? Потому что ему нужно произвести впечатление на вас, показать высокую доходность. А для этого он капитал не может ни частичный даже, ни как по-другому, использовать для хеджа, это раз. Во-вторых, ему нужны плечи для придания важности своему прогнозу. Видите, как я верю в то, что он вырастет или упадет? И это, как правило, и губит их. Они потом фиксируют бешеные убытки и всем рассказывают о том, что вот в серьезном капитале, если бы они были управляющим каким-нибудь фэмилию офисом, ну, как вот мне предлагали там зарубежными, да, итальянскими маленькими компаниями, но ему бы сняли за это голову, просто за такую работу. Причем в буквальном смысле, как Воланд, помните, своему Визави, который говорил, что не верит ни во что. Ну вот, пожалуйста. И мы, с вами поэтому должны придерживаться такой стратегии, какой придерживаются профессионалы. Кстати, кто такой профессионал? Это тот, которому платят деньги за его работу. Если коротко. Вот если мне платят деньги за мою работу, значит, это делается не просто так. Значит, я каким-то образом себя зарекомендовал, показал. Значит, каким-то образом результаты этой работы соответствуют ожиданиям. Вот примерно так это и должно работать. В нашем случае мы даем это вам для чего? Чтобы вы самостоятельно даже, может быть, даже без привлечения каких-то специалистов и мнений, могли бы выстроить эту стратегию, могли бы использовать ее так, чтобы вы растили свой капитал. А мой интерес в этом, я говорил, наша задача построить независимое общество, которое способно думать самостоятельно. другое дело, что не всегда труд такой благодарный и ярким примером служат прогнозы какого-нибудь видного даже человека. Вот я тут недавно наткнулся на ролик Жириновского 20-летней давности. Он там в YouTube залит что-то очень давно. Вы не представляете, что пишут люди. Клоун, дурак, оплевывают его всячески и так далее. Прошли годы, я оглядываюсь, там половина прогнозов исполнилась. И так всегда. Я никогда и не ждал, допустим, чтобы за нашу работу нас там все время хвалили, обожали и так далее. Я вижу прекрасно зависть, тупость человеческую в тех же комментариях. Я вижу, с каким настроем приходят люди, даже пользующиеся ресурсами. Я прекрасно знаю, как это работает. Такова порочная структура человеческой психики. Вот этой обезьянии, вот этой вот древней психики. Ничего с этим мы не поделаем, а работать нужно. Поэтому мы не обращаем внимания на то, какими там может быть мы кажемся со стороны. Помните хорошую поговорку «Собака лает, караван идет». И уже практически 300 тысяч подписчиков на Ютубе говорят о том, что даже на фоне замедления Ютуба, который сейчас идет и снижение, мы выкладывали статистику от самого Ютуба, снижение трафика из России мы все равно продолжаем расти. Это для нас дорогого стоит. Это значит, что все-таки положительных отзывов больше. Подпишитесь на наш канал и вы, поставьте пальчик наверх, ну и соответственно напишите какую-нибудь фразу в 5-7 слов. Я не знаю, придумайте что-нибудь сами или скопируйте у соседа, так еще проще. Со всеми на связи, дорогие друзья. До следующей пятницы, ваш Николай. Субтитры создавал DimaTorzok